Привет! В этом видео мы с вами будем говорить о аккумуляторе вашего айфона. Я дам несколько советов для того, чтобы вы могли максимально увеличить время автономной работы вашего телефона от одного заряда. Если вы хотите быть в курсе всех новостей яблочной компании, то обязательно переходите по ссылке в наш телеграм-канал, там самые быстрые оперативные новости из мира Apple. Работа от аккумулятора вашего телефона зависит от многих факторов. Какая модель у вас айфона, как вы им пользуетесь, что вы открываете на своем айфоне, какая максимальная емкость сохранения аккумулятора и так далее. Факторов действительно огромное множество и у разных людей при одних и тех же настройках айфон может выдавать различные результаты. Здесь нет ничего страшного, это нормальная история. То же самое может касаться и Apple Watch, и iPad, и MacBook. Начать я хочу с совета для всех обладателей айфонов Pro серии, начиная с айфона 13 Pro и выше. Как вы прекрасно знаете, у вас установлен экран с частотой обновления 120 Гц. Конечно же, это расходует ваш аккумулятор. В среднем, если вы зарядите до 100% и будете использовать 120 Гц, то примерно от 5 до 7% это будет расходовать ваш аккумулятор. Для того, чтобы это отключить, заходите в настройки, универсальный доступ, движение. И вот здесь есть в самом низу настройка, которая называется ограничение частоты кадров. Если вы ее включите, то ваш айфон превращается из 120 Гц супер крутого устройства в обычный телефон на 60 Гц. Также этот режим включается автоматически, когда вы устанавливаете режим энергосбережения. Но опять же, я конечно с вами соглашусь, выключать 120 Гц специально и грустить на 60 Гц, это конечно не дело. Но тем не менее, если вы хотите, чтобы ваш айфон работал как можно дольше, то нужно чем-то жертвовать. Следующий пункт, который я хотел бы отметить, также связан с экраном. Находится он по адресу настройки, универсальный доступ, дисплей и размер текста. И в самом низу здесь у нас есть опция, которая называется понижение точки белого. В описании написано, что уменьшается интенсивность ярких цветов. Соответственно, если мы включим эту настройку, у нас появляется шкала и мы можем регулировать баланс белого. Ну не то, что баланс белого, точку белого. И она уже не будет меняться автоматически в зависимости от внешних условий освещения и так далее. Если вы хотите, чтобы ваш айфон работал как можно дольше, то выведите вот эту шкалу на максимально комфортную для вас уровень и тогда получается, что экран не будет так ярко светить. Но опять же, для меня эта опция не подходит. Я люблю, чтобы экран был более яркий, но для тех, кто хочет сохранить заряд аккумулятора, это будет очень полезно. Следующая немаловажная настройка, она находится в настройках вашего оператора в разделе голос и данные. У нас в России пока работает максимум LTE, то есть минимальная сеть 2G и максимальная LTE. Ну у Megafone есть еще Pre 5G, так называемое. Это что-то среднее между 5G и LTE. Но в большинстве случаев у нас либо LTE, либо 3G. Если вы живете или находитесь по работе, по учебе в том месте, где не особо хорошее покрытие LTE, то я вам советую включить 3G, чтобы ваш iPhone не искал, как говорится, зазря сеть LTE. Соответственно, он ищет другую сеть и аккумулятор тратится быстрее. Это, я бы не сказал, что такая супер важная настройка, но тем не менее, зачем лишний раз напрягать аккумулятор в свой телефон, если вас нет в районе покрытия LTE. Режим энергосбережения. Я думаю, что многие его недооценивают, но, на мой взгляд, это одна из самых крутых и интересных опций для того, чтобы наш iPhone держал как можно дольше. В режиме энергосбережения снижается фоновая активность, например, загрузка и проверка почты на iPhone, пока он не будет заряжен полностью. По своему опыту могу сказать так, что у меня есть специальный шорткат, который автоматически включает режим энергосбережения, когда у меня на iPhone меньше 35%, и в среднем это около часа дополнительной работы. Несмотря на то, что мой iPhone настроен таким образом, чтобы не кушать много аккумулятора, я отключил все ненужные функции, которыми я не пользуюсь, но, тем не менее, режим энергосбережения действительно меня иногда выручает. Постоянно я вам не советую использовать этот режим, все-таки это влияет на производительность вашего устройства, на работу от экрана. Если у вас iPhone со 120 Гц, то они превращаются в 60, в общем, проверка почты, фоновое обновление контента и так далее. Ваш iPhone минимум теряет в производительности процентов 20, ну и те фишки, о которых я сказал, вы тоже их лишаетесь, поэтому я не советую постоянно использовать этот режим, но советую его включать, когда у вас меньше 20% либо меньше 30%. Следующая остановка – это экран и яркость, и это использование темного режима. Эта настройка максимально актуальна для iPhone с OLED-экранами, так как черный цвет – это выключенный пиксель. Например, в iPhone 11 где установлена классная IPS-матрица, когда вы включаете темный режим, то вот этот черный цвет – это горящий черным пиксель, а на OLED-экране это просто выключенный пиксель, соответственно, аккумулятор вообще не расходует свою энергию на работу этого конкретного пикселя. Поэтому я вам настоятельно рекомендую использовать темный режим, лично у меня настроено автоматически, то есть, когда день, у меня светлый режим, когда наступает вечер, у меня автоматически включается темный режим, соответственно, аккумулятор к вечеру начинает менее расходоваться. Перейдите в конфиденциальность и безопасность в службы геолокации, и в самом низу есть настройка, которая называется системные службы. Вот здесь на самом деле все очень интересно. Я со времен, не знаю, по-моему, iPhone 11 или даже XS начал экспериментировать, что касается конкретно этих настроек, и пришел к выводу, что вот таким вот образом нужно оставить эти ползунки включенные. Вы можете поискать в интернете, некоторые авторы говорят, что нужно сделать так или так. Я, в общем, нашел что-то среднее касаемо именно вот этих настроек, и, в принципе, я сюда уже больше никогда и не возвращаюсь. Так что обязательно посмотрите, как настроены эти ползунки у вас. Все-таки не нужно излишне расходовать аккумулятор такими опциями, как идентификация продавца Apple Pay, которая у нас, к сожалению, не работает. Предложение и поиск, спутниковый сеанс, управление устройством и так далее. В общем, либо можете сами довериться своей интуиции и настроить, как вы считаете нужным, либо можете поставить на паузу и посмотреть, как это сделано у меня, и просто повторить. То же самое касается аналитики и улучшения для вашего устройства. Находится это все в той же конфиденциальности и безопасности. В самом низу есть пункт аналитика и улучшения, и iPhone в течение дня будет собирать информацию о том, какие у вас были проблемы на вашем устройстве, баги, либо наоборот какие-то хорошие моменты, и будет делиться этой информацией с Apple. Соответственно, это также сбор данных расходует аккумулятор, ну и отправка, естественно, тоже. Так что здесь я вам советую эту опцию отключить, если вы не хотите делиться аналитикой своего устройства с Apple. Следующая настройка также поможет выиграть вам несколько драгоценных процентов. Находится она в универсальном доступе во вкладке движения. И вот эти все приятные анимации, которые сопровождают нашу любимую iOS, вы можете отключить все эти прекрасные анимации, нажав на кнопку уменьшения движения. Соответственно, iOS становится менее такой приятный, но, по крайней мере, здесь вы точно сэкономите работу от аккумулятора, так как все вот эти классные эффекты прозрачности, все вот эти очень интересные и многозадачные конструкции, они, конечно же, также много тратят вашего аккумулятора. Мне кажется, эта настройка будет актуальна исключительно только для старых устройств. Следующее, про что я хочу поговорить, это про виджеты. Если вы используете виджеты на своем устройстве, то они также обновляются в фоновом режиме, и, естественно, это тратит аккумулятор. Например, у меня есть вот такой вот крутой виджет с моими показаниями за день, которые синхронизируются с Apple Watch, соответственно, также это тратит аккумулятор. Но я готов пойти на такие жертвы в счет комфорта потребления информации. То же самое касается и виджета погоды. Когда у вас установлен виджет погоды, он практически всегда обновляет информацию о текущей погоде. Например, в Петербурге совсем грустная погода, и совсем скоро мы об этом узнаем. Ну и также здесь у меня есть некоторые виджеты, которыми я изредка пользуюсь, и вам советую посмотреть, переосмыслить. Если вы используете виджеты, то точно вы их используете по максимуму, или они просто у вас зависят для красоты и растрачивают драгоценный вам аккумулятор. И последнее в списке на сегодня, естественно, это обновление контента в фоновом режиме. Если у нас эта опция включена, то в фоновом режиме приложения будут обновлять свои данные. И эту настройку я, наверное, вообще никогда не включал. Она у меня всегда выключена со времен того, когда она появилась. Потому что я считаю, что если мне нужно получить что-то от приложения, я захожу в это приложение и уже просто делаю вот такой вот свайп, и оно автоматически обновит ленту, будь то это ВКонтакте, там, не знаю, Одноклассники, Вайбер или еще какая-нибудь прикольная социальная сеть. В общем, здесь я вам советую эту настройку выключить, либо ее оставить включенной, но только на те приложения, которыми вы действительно будете пользоваться. Используя эти настройки, вы сможете действительно увеличить время автономной работы своего устройства. Конечно же, я не рекомендую вообще прямо все отключать, потому что иначе наш айфон превращается просто в дорогой красивый прямоугольничек, который красиво и вкусно фотографирует, здесь нужно знать меру. Но я, опять же, жду в комментариях такие предложения, как зачем покупать телефон за 150 тысяч и отключить все функции. Ну, конечно же, куда без вас. И, как говорил классик, хейтеры, я вас люблю. Ну, а вы, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на канал. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok